Режим ЧС в вершине Тёи ввели 20 января. В местной котельной запасов угля оставалось всего на трое суток. Впрочем, ситуацию удалось взять под контроль. Как отметил руководитель Минстроя Хакасии, накануне запасы удалось довести до семисуточного норматива. Подвоз горючего камня продолжается. Я считаю, что в течение недели мы закроем потребность в вершине Тёи. До 15 февраля это точно. И с учетом доведенных средств до конца февраля мы вопрос решим. Эксперты уверены, одна из ключевых проблем отрасли – огромный разброс цен за тонну угля и его доставку. Переломить такое положение вещей должна специально созданная рабочая группа по ЖКХ под руководством первого заместителя главы Хакасии Николая Миронова. Эксперты провели полный аудит ресурсоснабжающих организаций. Итог – большинство из них сумели существенно снизить стоимость доставки горючего камня, перезаключив договоры. В принципе, по республике должна быть примерно единая стоимость топлива в условиях рыночных, закупки с угольных предприятий. И вот таких разбросов, про которые я говорил, 300, 400, 500 рублей, ну, слушайте, это неадекватно, их не должно быть. Специалисты отмечают, Хакасия уже сделала первые шаги к реформе и оздоровлению системы жилищно-коммунального хозяйства. Комплексный аудит финансово-хозяйственной части дал реальную картину всех изъянов, недочетов и проблем. На следующей неделе планируется провести итоговое заседание правительственной комиссии по ЖКХ, куда пригласят глав всех районов. Оскар Артемонов, Дмитрий Щеглов, РТС.